Всем привет! Сегодня я запишу гайд по установке модов для Devil Micro 5. Без лишних слов, начинаем. Первым делом, вот у нас игра, сразу установленная. Первым делом заходим, нам надо откатить ее. Нам надо ее откатить до версии, когда все работает. Если у вас уже были установлены моды, но после обновления все слетело, то это способ для вас, способ решения проблемы. Так, мы просто берем отсюда, из этого архива экзешник и переносим его с заменой. Здесь у меня по какой-то причине экзешник удалился. Ну, не суть, в любом случае здесь просто ставите с заменой. И очень важно удалить вот этот файл. Кстати, советую делать все в том порядке, в котором говорю я. Чтобы не было проблем. Также желательно убедиться, что вы в автономном... Ну, в общем, желательно быть в автономном режиме, но если нет, то ничего страшного. Просто, когда в следующий раз будете заходить в Steam, убедитесь, что у вас игра не будет обновляться, иначе все опять поломается. Ну, в любом случае, вы можете потом откатить заново. Итак, этому установили. Следующая. Заходим на Nexos Mode. И первое, что мы установим, это Flaffle Manager. Благодаря этой программе устанавливаются моды. Косметические и некоторые геймплейные. Немного численные. Сегодня я на примере покажу, как установить и косметический, и геймплейный мод. Так вот мы установили. И сразу создаем папку в диске D. Ну, давайте, например, Mode Manager 4. Ну, 4, потому что у меня он уже был. И чтобы было удобнее, давайте сделаем ярлык. И перенесем его на рабочий стол. Вот так будет очень удобно. Вообще, в принципе, запомнить эту фишку очень помогает. То есть, создаете папку в диске D, но ярлык переносите просто на рабочий стол. Так. Заходим в этот ярлык. И все содержимое просто вытаскиваем вот сюда. Итак, сразу заходим в Mode Manager XA. И выбираем здесь Goudable Micro 5. Все. Теперь у нас Mode Manager работает. И можем приступать к, собственно, установлению моды. Далее мы устанавливаем Reframework. Это утилита, которая позволяет ставить, ну, в данном случае, Coop Trainer. Я вам покажу на этом примере. Coop Trainer, Cyan. И еще много там плагинов. Ну, я покажу именно имена Coop Trainer. Так, устанавливаться мы очень просто. Просто скачиваем отсюда. И из архива вытаскиваем вот этот файл. Прямо в папку с игрой. И все. И это можно закрыть. И дабы проверить, что у нас Reframework установился, просто заходим в игру и проверяем. И, как мы видим, да, Reframework действительно появился. И действительно игра загружается. Ну, значит, можно закрыть. Так, Reframework мы установили. Следующий на очереди у нас... Ну, мы не совсем его установили, но об этом тоже. Так, сейчас устанавливаем Cyan Collaborative Cheat Trainer. Выбираем просто самую последнюю версию. Она может... Она у вас может отличаться. Но, в любом случае, просто самую последнюю. Слова Download. И ждем. Вот у нас архив RAR. Пока он устанавливается. Нам нужно... Необходимо закинуть его вот в эту папку. ModManager. Games. DMC. Mods. Просто вот этот архив кидаем прямо вот сюда. Заходим в ModManager. All Mods. Refresh Mod List. И у нас появляется здесь Collaborative Cheat Trainer. Но, перед тем, как его врубить, нам нужно еще кое-что. Заходим вот сюда. И здесь, в самом низу, есть Reframework Collab Trainer Computable. Изначально он... Reframework не работает с Cyan Trainer. Но с этим файлом работает. Нажимаем Manual Download. Slow Download. И точно так же... Вернее, стоп. Сразу проясню один момент. Как вообще работает папка Games, DMC, Mods? Очень просто. Когда вы скачиваете любой мод, вы всегда скачиваете архив. И из этого два варианта событий. Либо вы скачали архив, и у вас в нем внутри уже файлы. Либо вы скачали архив, и внутри него еще одна папка. И уже внутри этой папки какие-то файлы. Так вот, если внутри архива есть папка, и уже в этой папке файлы, то вы копируете не сам архив, а именно вот эту папку. То есть, структура должна быть всегда такой, чтобы от файлов внутри папки до общей коллекции модов была одна папка. Если там будет еще одна, внутри еще одной, то мод-менеджер просто не будет видеть ее. Ну и давайте проверим refresh mode list. И как видите, здесь появился плюс. И когда мы сюда нажмем, у нас здесь появится reframework.dll. Если бы мы вставили просто архив, у нас бы тут ничего не появилось. Нажимаем сначала вот сюда, обязательно. Видимо, у нас здесь появились папки новые, reframework в том числе. Сразу проверяем в папке reframework плагины. Да, здесь по умолчанию уже есть cyan.dll. Если у вас его по какой-то причине нет, или вы его случайно удалили, вы его легко можете найти в архиве с Сайяна. Здесь есть reframework, плагинс, и вот это он есть. Ничего сложного. Так, с Cyan мы активировали. Теперь активируем reframework.dll. Очень важно именно в такой последовательности, потому что если сначала reframework.dll, а потом с Cyan коллаборативщий трейнер, то ни хрена не получится. И еще дам совет. Никогда в жизни не запускайте игру отсюда. Она по какой-то причине просто крашится. Всегда запускайте через Steam. Следующий на очереди мод это плагин. Это уже плагин для reframeworkа. Это co-op shit trainer. Этот мод позволяет играть вам за любого персонажа на любой миссии. Очень полезная штука. Так становится он тоже очень просто. Даже ничего распаковывать нельзя. Просто не надо. Это просто заходим в папку reframework, plugins, co-op shit trainer, dll. Заходим в корневую папку, reframework, plugins. И здесь рядом с этим dll мы ставим вот этот. И все. Co-op trainer у нас готов. Ну, если вам интересно, абсолютно любой плагин для reframework устанавливается подобным образом. Например, здесь есть enemy spawner, аддон для VR. И вообще, очень многие разные аддоны есть для dmc5, которые с reframeworkом работают. Но я пользуюсь только co-op trainer, потому что все необходимое есть в своем тренере. Последнее, что я покажу, это как установить, собственно, обычные моды. Я покажу, как установить и моды с геймплеем. В данном случае я выберу моды Dante. Это мой любимый мод на Dante. Он меняет moveset. Достаточно, чтобы играть было намного приятнее и быстрее. Много анимации изменено, и они канцелятся легко. В общем, я рекомендую его. Это мод Blossom. Очень крутой чувак. Нереально толкает движуху. И второй мод. Давайте какой-нибудь косметический. Полагаю, вот этот. Итак, вот у нас эти два файла. Как мы видим, это оба файла, внутри которых есть папка. Значит, мы именно ее переставляем. Не RAR, а именно саму папку с файлами. Заходим в мод менеджер. Games, Teams, 5, mods. И вот сюда мы и перекидываем. И, например, сейчас. Вот. Ну и заходим в мод менеджер. Вот они действительно имеются здесь. Ну, давайте их включим оба. Хочу тут сакцентировать внимание. Моды, которые меняют геймплей, их нужно устанавливать после того, как вы откатите версию. И если вы в флаффе мод менеджер установите на игру, а потом уже откатите игру, то вы не сможете устанавливать моды, которые меняют геймплей. Это очень важно. Поэтому не пропустите это. Ну и теперь я предлагаю зайти в игру и удостоверить, что все работает. Reframework работает. Кооп-тренер готов. Это означает, что кооп тоже работает. Можно об этом вводиться и вот здесь. Действительно, все работает. Нажимаем delete. Саян коллаборатив чей-тренер работает. В общем, все работает, все замечательно. Пока я идет загрузка, я расскажу про кооп-тренер. Floating post menu. Это опция, которая позволяет не останавливать игру во время паузы. Она нужна для коопа, поэтому не вижу смысла ее держать включенной. Поэтому я ее отключаю всегда. Вот кооп-дайвердженс и вержилл-ин-кооп. Экспанд матчмейкинг. Это то, что нам нужно. Именно это позволяет наменять персонажей в любой миссии. Также здесь есть различные графические настройки. Например, можно отключить GU. Ну, вернее, интерфейс. В общем, помогает. Есть Motion Blue. В общем, отличный тренер. Много у него возможностей. И как мы увидим, стоян коллаборатив чей-тренер действительно работает. Даже заставка изменилась. Предлагаю зайти в шестую миссию. Миссию Зонеро. Чтобы вы убедились в работоспособности кооп-тренера. Это миссия Зонеро. Мы зайдем в нее за Данте. Также я покажу, как работает камера мод в этом видео. И некоторые функции чей-трейнера. Итак, как мы видим, вот Маза Данте. С измененным скином. В миссии Неро. Значит, все работает. Но, чтобы Гильгамеш нам не мешал, я покажу, как работает чей-трейнер. Disable Enemy AI. Мы можем нажать, и Гильгамеш перестанет нас бить. И действительно, как мы видим, он перестал нас бить. И сразу предлагаю сохранить настройки. Как это работает? Ну, очень просто. Выбираете себе настройки. Нажимаете сохранить. И load config. Ну, давайте, например, я infinite.dt сохраню конфиг. Потом я играю. Ну, давайте еще добавим вот это, вот это. Теперь я загружаю конфиг, который я уже сохранил. И у меня действительно загрузился именно он. Очень удобная штука. Сейчас я расскажу про то, как работает камера мод. Нам понадобится вот эта папка. Тоже оставлю на нее ссылку в описании. Все, что нам нужно, это установить ее куда угодно. И нажать вот сюда. И inject DLL. Сразу заходим вот сюда. Configuration. Вернее, K-Bindings. И в Enable Disable. Я себе ставлю кнопку Home. Ну, потому что мне так удобнее. То есть, Delete у нас Cheat Trainer, Insert Reframework и Home Camera Mode. Как мы видим, она активная. По надписи слева вверху. И мы можем действительно двигаться. Действительно, камера работает во время игры. Чтобы запустить ключи, чтобы сделать анимацию камеры, нам понадобится вот это окно. Оно включается вот здесь. Итак, что мы делаем. Здесь у нас есть две строки внизу. Current Path и Current Node in Path. Сразу нажимаем вот здесь на плюс. Мы создали новый путь камеры. Чтобы добавить положение камеры, которое нам нравится. Например, вот это. Нам нужно нажать на вот этот плюс. Далее, давайте выберем другое положение камеры. Ну, например, вот это. Также нажимаем на плюс. И чтобы посмотреть, что у нас получилось, мы нажимаем на Play. Как мы видим, камера работает. Все прекрасно работает. Можно делать Combo Mobile. Это все прекрасно настраивается вот здесь. Очень тоже подробные настройки здесь. Прямо все можно под себя построить. Даже цвет можно выбрать, но мне нравится фиолетовый. Что еще важно отметить? У этой камеры есть свой собственный Stop Time. Это очень полезно для создания именно таких пролетов, которые вам нужны. Но есть нюанс. Итак, я думаю, многие играют с Turbo. И по умолчанию оно 1.2. Но если вы будете играть с Turbo и с камерой, то останавливать время у вас не получится. Для этого я, как правило, либо полностью отключаю Turbo, потому что в камерамуде есть встроенное изменение скорости, либо вы можете нажать на вот эту кнопку. Тогда у вас Turbo тоже самое, ну, так же отключится. Но я рекомендую все-таки это делать вот так. Save Config. Нажимаем Home. Включаем нашу панель управления. Включаем. И давайте, например, остановим время. Оно у меня на кнопке сейчас. Оно у меня на кнопке Pause, OnPauseGame нам под 0. Давайте нажмем. Как мы видим, время остановилось. Но камерой мы можем летать. И в чем прикол? Как только вы... Здесь есть функция OnPauseGameIfPause и OverrideGameSpeed. Например, мы можем включить камеру, ну, палет камеры. И во время ее пролета скорость игры будет, например, 0.3. Или, например, наоборот, в два раза больше. Давайте в два раза больше, чтобы было нагляднее. Итак, мы нажимаем на Play. Угу, не работает. Стоп, или работает, или мне кажется. Давайте еще раз уменьшим. Ну, например, на 0.001. Да, действительно работает. Просто не очень наглядно было. Это тоже очень полезно в создании видео и пролеток, которые вам нужны. И очень интересное свойство. Обычно скорость камеры, которую вы поставили, может остаться. Если вы не закончите пролетку, а нажмете там на паузу сейчас. Вот, например. Я нажимаю Play. Затем паузу. Отключаю камеру. И скорость игры у меня остается, которую я задал. Тоже очень интересная фишка. Позволяет манипулировать игру интересной. Ну, в целом у меня все. Всем спасибо. До скорого.